Субтитры сделал DimaTorzok Ну и плюс-минус понимали, нужна ли она вам, ну и имеет ли смысл именно вам покупать данную машину на аукционе Что касается технических характеристик, у Сушки очень классное орудие, которое сводится всего лишь за 3 секунды Имеет разброс 0,312, что очень классно помогает выцеливать на дальних расстояниях И она действительно на это способна У нее довольно крутой ДПМ 2630 единиц, 10,5 секунд перезарядки вроде бы многовато Особенно с учетом того, что это полный картон Но в целом на дальних и средних расстояниях играется вполне себе комфортно Что касается бронепробития, то 245 больше чем достаточно, чтобы бороться с тяжами на 8 уровне Если вдруг не хватает, берете себе гаммулятивные, которые пробивают 318 И в принципе пробиваете практически любого соперника Что касается среднего урона, то это довольно-таки альфовая ПТХ А у нее 460 единиц разовый урон И это действительно круто А что касается голдовых снарядов, которые являются здесь кумулятивными То целых 390 Да, вроде бы падает на 70 единиц альфы за выстрел Но в то же время 390 это тоже крутой показатель на 8 уровне Что касается угла склонения орудия вниз, то минус 7 Не сильно комфортно, но в целом привыкнуть можно Стоит отметить, что ПТХ имеет рубку, которая поворачивается не на полную То есть есть ограничения по градусу поворота Но в целом в игре это очень даже-таки круто Ну что, поехали, попытаемся машину заценить в реальном бою Ну что, поехали Как я уже говорил, основным плюсом данной машины является альфовое орудие Вторым плюсиком, который я бы поставил данной тачке Является наличие частично поворачивающейся рубки То есть даже передвигаясь вперед, вы можете повернуть орудие вправо или влево Ну и, соответственно, по ходу кого-нибудь выцеливать Плюс это добавляет комфортно в прицеливании Когда вы стоите на месте и между двумя соперниками Допустим, вам необходимо сменить, скажем так, жертву для выстрела Это действительно очень комфортно, очень классно И при этом разброс не увеличивается Короче говоря, действительно очень добавляет кайфа в игре Наличие вот этой вот частично поворачивающейся рубки Канона Ягдепанзер, который сейчас вышел вместе с Сушкой на продажу Рубкой не обладает И это действительно существенный минус по ПТХе С учетом того, что они одинаково картонны Что одна, что вторая Так, ну что, здесь вроде бы справились Сейчас попробуем перекатиться сюда И попытаюсь поиграть отсюда Если соперники будут вылазить То, соответственно, будут получать в дыню от меня Своим уроном я вполне спокойно могу испугать любого 450, в принципе, здесь вылетает практически железобетонно И это действительно очень классно Что касается тактики игры на данной ПТХе В основном это такая себе кустарная игра На дальних расстояниях Как я уже сказал, здесь очень бодрое время сведения Здесь очень хороший разброс И довольно-таки точная пушка Соответственно, в первую очередь Необходимо отыгрывать именно как снайпер И машина действительно позволяет это делать Довольно качественно Получать хорошие результаты по настрелу Да и в целом времени перезарядки Когда вы находитесь на дальних расстояниях У данной ПТХе, в принципе, хватает То есть вы не ощущаете себя ущербным Пока перезаряжаетесь Бывает такое, что машина перезаряжается Чутка даже быстрее Но с учетом того, что отыгрываете ею Как правило, на более коротких расстояниях Вам, соответственно, этого времени Может и не хватать На то, чтобы выжить На то, чтобы куда-то спрятаться Ну а когда вы снайперите где-нибудь от кустов То, понятное дело, что об этом всем Вы не думаете Я сейчас выехал Мне даже не надо было доворачивать корпус Я просто повернул орудие в сторону Ну и, соответственно, добрал соперника И в целом, как вы видите Мне и времени перезарядки на это хватило И подвижности ПТХи Короче говоря, забегая наперед Давайте потихоньку будем подбивать итоги Сразу, пока бой еще не закончился ПТХа очень годная Очень классная Многим игрокам она зайдет Особенно ПТ-водам, которые любят Вот такую вот кустарную игру На дальних расстояниях И также она подойдет тем танкистам Которые периодически любят зайти в бой И просто в нем расслабиться То есть не напрягаться Не ездить особо по карте А просто где-нибудь занять позицию И просто пострелять по соперникам Которые так или иначе попадают ему в прицел При этом всем ПТХа зайдет не всем игрокам Потому что она является, как я уже сказал Крайне картонной Она очень неживучая И вот те ребята, у которых прям Запало, мама, не горюй И они обязательно должны находиться в гуще событий И будут туда ехать на СУ-130ПМ Рискуют быть крайне быстро Быть разобранными Ну и соответственно Очень быстро будут отправляться в ангар 1560 единиц урона Далеко не предел для данной ПТшки Просто бой так сложился И поверьте мне На этой ПТхе вы вполне спокойно будете вывозить По... Господи, вывозить Простите, заговариваюсь Вы будете вывозить на ней По 2500 урона Ну как минимум Бывает такое, что и по 3 можно собрать В целом это не очень сложно Потому что Крайне альфовое орудие 6 выстрелов за бой И 3 косаря урона У вас, можно сказать, в кармане Что касается того Насколько хорошо машина фармит Да, это фармер довольно неплохой Но не рассчитывайте на то Что прямо из каждого боя Вы будете вывозить Горы серебра Опять-таки Все зависит от того Сколько вы проживете Ну и соответственно Сколько удачных выстрелов За бой вы совершите Третье место в нашей команде по урону Я считаю, что это Не сильно хороший результат Можно было и лучше Но как есть, так есть Я из своих обзоров И даже из таких коротких обзоров Ничего не вырезаю И не собираюсь сделать Каких-то красивых нарезок По одной простой причине Потому что хочу Чтобы вы видели Танки и ПТшки В данном случае Такими, какие они есть На самом деле Я побежал снимать Следующий такой же Экспресс-обзорчик На Канана Ягде Панзера Если вы хотите это видео Не пропустить Подписывайтесь на канал Прямо сейчас И жмите на колокольчик Видео по Канану Ягде Панзер Выйдет на канале Буквально через полчаса Приятного вам просмотра Следующего видео И спасибо за то, что посмотрели Этот видос Мира вам, друзья мои И обязательно спокойствия До встречи в следующем видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok